Знакомьтесь, деревня Калиновка. Деревня Калиновка в Башкортостане в аэрокосмических кругах уже успела стать брендом. В этом году здешняя международная аэрокосмическая школа празднует десятилетие. Школа на самом деле уникальная. Это не только мои слова, это слова космонавтов, летчиков, слова директоров школ, слова детей. Авиационное шоу, настоящие космонавты и даже реальный водитель первого советского лунохода. Именно они ожидают ребят, которым посчастливилось попасть в эту школу. С талантливыми озерскими детьми школу дружат уже более пяти лет при поддержке «Маяка» и лично генерального директора Михаила Пахлебаева. В Калиновке каждый год организуют профильные смены, которые позволяют озерской ребятне в буквальном смысле прикоснуться к космосу. Как идет прогресс, так идет исследование звезд и прогресс телескопов. Допустим, вот там находится звезда Лебедя и звезда в нем Денеп, самая яркая. Она там видна над нами. Вы видите ее? Нет, нет, я не вижу. Она там есть. А, да. За 10 лет Международная аэрокосмическая школа стала знаковым местом для тех, кто связан с авиацией, космосом и астрономией. Именно здесь школьники из десятков городов России и ближнего зарубежья учатся пользоваться телескопом, выходят на прямую радиосвязь с МКС, слушают рассказы летчиков-испытателей и космонавтов, а еще могут примерить настоящий скафандр и даже познакомиться с начинкой истребителя. Летная профессия, профессия достаточно особенная, требующая очень большой отдачи, пожизненной учебы, очень много пожертвований, именно пожертвований в сторону сохранения здоровья, физической культуры. Поэтому, если кого-то из них торкнет, хотя бы даже одного из них, это будет классно. В честь десятилетия в Международной аэрокосмической школе появился кедр. Его высадили отцы проекта и сами воспитанники. Дерево выбрано не случайно, именно кедр был позывным Юрия Гагарина. Всего же аэрокосмических смен в Калиновке в этом году будет три, и продлятся они вплоть до августа. Артем Шеварин, Алексей Лазарев, информационный центр производственного объединения «Маяк».